Здравствуйте, уважаемые коллеги! Большое спасибо за возможность выступить. Что я хотел бы сказать? Конечно, облучение региональных линфоузлов при опухолях головы и шеи это фактически стандартная опция, применяемая у большинства наших пациентов. Но с чем это связано? Связано прежде всего с тем, что вероятность поражения тех или иных линфоузлов в шее даже при Н0 статусе клиническом, она достаточно высокая. Мой доклад вообще будет во многом перекликаться с тем, что нам рассказал Максим Андреевич, но он с точки зрения хирурга все рассказывал. У меня будут немножко другие акценты, хотя во многом про то же самое, что вполне естественно. В какой-то мере облучение шейных линфоузлов – это, в общем-то, в чем-то и говорят шейные линфодисекции для радиотерапевта. Если говорить о том, как часто поражаются вообще шейные линфоузлы, то вот мы видим, что низкий риск поражения линфоузлов при клиническом Н0 фактически бывает только при Т1 опухолях, и то далеко не всех локализаций. Это тоже такое заслуженное исследование, которое проводилось по данным подморфологического исследования профилактической линфодисекции у больных с разными локализациями. Как мы видим, уже при Т2 вероятность поражения суклинического шейных линфоузлов может достигать 30%, а при боли распространенных опухолях оно и еще выше. Но нас как раз интересуют в данном случае опухоли Т1, Т2. К сожалению, имеющиеся у нас неинвазивные диагностические методы, несмотря на то, что они постоянно совершенствуются, от года к году мы к ним предъявляем все больше требований, все больше хотим. Но, к сожалению, если посмотреть на вероятность негативного предсказательного прогноза, то есть если нам пишут, что линфоузлы не поражены, реальность эта соответствует, к сожалению, только чуть более чем 80% случаев. В лучшем случае, и чем выше статистическая вероятность поражения линфоузлов, тем эта предсказательность ниже, к сожалению. Поэтому, конечно, на данных тока наших любимых исследований, как КТ, МРТ, ПЭТ, ультразвук, и, к сожалению, мы не можем все равно на основании этих данных отказаться от профилактического или так называемого в радиологии элективного облучения лимфатических узлов, потому что 20% вероятность того, что мы оставили пораженные линфоузлы, это очень много. Это практически для пациента судьбоносное решение. Если говорить о зонах, которые мы должны включать в элективное облучение линфоузлов, то, как видите, практически при всех опухолях, за исключением некоторых опухолей полустирта, хорошо латерализованных, это практически минимум второй-четвертый уровень лимфоузлов, а при опухолях полустирта еще и первый уровень. То есть, если посмотреть, что же это такое на человеке, то это фактически вся передняя поверхность шеи и, как правило, билатерально. Конечно, учитывая, сколько всего интересного находится у человека на шее, сколько у органов, облучение всего этого органокомплекса, так скажем, может привести к негативным последствиям со стороны практически всех систем организма, которые пересекаются очень удачно как раз в этом месте. И мы можем получить нарушения со стороны любых органов и систем. Поэтому, конечно, то, что мы облучаем, имеет существенное значение. От чего зависит вероятность поражения лучевых повреждений и лучевых реакций? Конечно, это величина разовая и суммарная очаговая донь, но в том числе огромное значение имеет и объем облучаемых тканей. Значит, если говорить о том, что происходит с пациентом после нашей лучевой терапии. Самое типичное позднее лучевое осложнение у больных с опухолем головой шеи после лучевой терапии – это ксеростомия. Значит, это только верхушечка айсберга. У пациента вот такая же картина, она наблюдается во всех органах. Просто это не так видно, как, скажем, при оценке слизистой полости рта. Конечно, это для пациента очень мучительно. Это снижает его качество жизни, если развивается такое состояние. И как маркерная, так скажем, поздно-лучевая реакция – это крайне неприятная ситуация, которую, конечно, нам хочется избежать, когда мы облучаем пациента. А для того, чтобы ее избежать, мы должны как-то постараться его, ну, так скажем, поменьше облучить. Но это должно быть как-то обосновано. В последнее время появились публикации, которые говорят о том, что такая процедура, как биопсия сигнального лимфоузла и определение путей лимфооттока, по данным изотопных методов, она обладает достаточно высокой негативной предсказательностью. Вот в этом исследовании она больше 97%. То есть это уже не 80%, на 2-процентный риск мы уже можем пойти ради повышения качества жизни пациента. Вот другое исследование тоже очень хорошо бьется, тоже у них вероятность негативного, ложно-отрицательного ответа была меньше 3%. И что-то также уже позволяет нам как-то на основе этих данных планировать свои дальнейшие действия. Но вообще в нашем учреждении, это уже прозвучало в разных докладах, уже более 10 лет развивается концепция о формировании индивидуальных полей облучения на основании данных лимфооттока. Ну, наибольшее развитие это получило, ну, так исторически сложилось, конечно, при опухолях молочной железы, где это уже полноценно вошло в клиническую практику. Но также это применяется и при других заболеваниях, и в частности при злокачественных образованиях полости рта и опухолях языка. Ну, вот если говорить о методике, об этом уже тоже Максим Андреевич вам немножко показывал, вводится радиоколоид вокруг опухоли языка, и потом делается, значит, эффект КТ через полтора, час-полтора с оценкой зон лимфатического оттока. Ну, вот это тоже часть работы, о которой я вам говорил Максим Андреевич. Значит, 36 пациентов, у которых были опухоли в свободной части языка, из них 24% с клинической 0. Значит, биопсия сигнального лимфоузла, диссекция, и последующее тщательное гистологическое исследование и в случае отсутствия морфологических признаков параллельных узлов исследование с антителами к панцитокератину для явления субклинических метастазов. Ну, опять-таки, про это уже говорил. Значит, оказалось, что, в общем-то, данные о лимфооттоке, они, в общем-то, подтверждаются и морфологически, и данными о судьбе пациентов при их динамическом наблюдении. И вот очень важное, конечно, наблюдение, которое вы уже тоже сегодня слышали, то, что при мумолатеральном оттоке, ну, может быть, нам, конечно, так повезло, но ни разу не было зарегистрировано прогрессирование той половины шеи, в которую лимфоотток не происходил. Это, конечно, на мой взгляд, историческое наблюдение, крайне важное. Значит, а если говорить о том, куда же происходил лимфоотток, значит, ну, все-таки, у большой количества пациентов действительно был двусторонний отток от опухоли языка. В основном это было все-таки у пациентов, у которых было достаточно близко к средней линии эта опухоль расположена. Но почти у половины пациентов лимфоотток был монолатеральный. И, да, это были несколько более латерализованные опухоли, но все равно это больше 40% пациентов, у которых фактически вторая половина шеи по данным динамическим наблюдения не пострадает, и у них не требуется ее облучение. Значит, и вот получив такие данные, конечно, нам стало крайне интересно, во-первых, какие уровни осуществляется лимфоотток, но тоже вы это уже немножечко сегодня слышали. Значит, у небольшого количества пациентов лимфооттока, примерно у каждого пятого, осуществлялся вообще только в лимфоузы первого-второго уровня. Ну, у основной когорты пациентов лимфоотток был в узлы первого-второго-третьего уровня, и у небольшой части пациентов был лимфоотток действительно во всех уровнях лимфоузлов шеи, причем, как правило, двусторонний. Вот это вот та группа пациентов, всего 16%, ради которых и проводится билатеральное облучение шеи у всех остальных пациентов, что, в общем-то, для остальных 85% пациентов фактически избыточное лечение. Но ради сохранения выживаемости, конечно, до сих пор приходилось идти. И мы решили посмотреть, что же, в общем-то, было бы, если бы мы реально использовали те данные, которые у нас в руках оказались. Значит, если говорить про вот ту небольшую часть пациентов, 20%, у которых облучение могло бы быть ограничено, только лимфоузлами первого-второго уровня на стороне поражения, то, как видите, у них объем облучения сократился бы практически в 4 раза. При этом, ну, средняя доза на спинной мозг сократилась бы, но это не так клинически важно. А вот на контрлатеральную околоушную слюную железу доза снизилась бы в 2,5 раза. То есть, да, мы стараемся и так беречь околоушную слюную железу в избежании этой ксеростомии. Но все-таки доза 24 ГРЭЯ и доза 10 ГРЭЙ – это очень большая разница для вероятности развития вот этого такого выбранного мной для примера лучевого осложнения, которое, конечно, на качестве жизни пациентов сказывается очень сильно. Но то же самое можно сказать и про дозу на гортань, и про дозу на шейный отдел пищевода. В общем, практически про все органы шеи, которые, облучение каждого из которых имеет свои долговременные негативные последствия. Ну, вот вторая группа пациентов – это группа людей с монолатеральным лимфоотоком. Вот здесь вы видите объем облучения, который был бы по стандартному плану и по плану, сформированному на основании данных о лимфоотоке, то есть при монолатеральном лимфоотоке. Как видите, это, я напомню, уже 40% пациентов. Это уже не каждый пятый, это уже почти каждый второй. Значит, и у них, конечно, объем облучения сокращается не так значительно, но все равно почти в три раза. И тоже доза на контролатеральную слюную железу падает кардинально, что, конечно, на качестве их жизни, безусловно, должно сказаться позитивно. И, наконец, те пациенты, у которых лимфооток был билатеральный, но на контролатеральной стороне был лимфооток только в лимфоузле первого и второго уровня, они тоже получали бы некоторую выгоду. Конечно, у них не так кардинально менялся бы объем облучения, но тоже он сокращался, ну, если не в два, то более чем в полтора раза, что тоже, безусловно, и непосредственно переносимая лучевой терапия улучшало бы и, безусловно, на дальнейшей их качестве жизни сказывалось бы положительно. Но мы не одни такие умные. Наши голландские коллеги пошли тем же путем, так как недавно опубликована их работа, тоже они сравнивали планы стандартного облучения, и то, что получилось бы, аффект КТ в нашем случае, и спект КТ в их случае, это одно и то же. Однофотонный или синглфотонный, это уже кому как нравится. Но также получалось, что, безусловно, они в объемах облучения выигрывали, и тоже в основном кардинально снижалась доза на контролатеральную слюнную железу, но и на другие органы тоже. К сожалению, у них еще пока что это тоже все находится в работе. О том, как это скажется, на выживаемости пока что данных, к сожалению, нет, в том числе и у нас. Но, на мой взгляд, за этим подходом есть, безусловно, будущее. Ну, о чем говорит также, что у нас совсем буквально в сентябре приняли в публикацию в Международный журнал статью на эту тему, можно ее посмотреть, она в открытом интернет-доступе есть, там и методика описана, и все, в общем-то, также хорошо проиллюстрировано, и можно посмотреть. Значит, и уже, там, две недели лежит в интернете, 400 просмотров уже есть. Значит, ну, и пока что выводы очень скромненькие, то, что лимфоотток у разных людей от опухоли, он все-таки разный, он вариабельный, его надо узнать, и если мы его учтем при формировании наших радиационных полей, он окажет существенное влияние на их топографию и на переносимость лучевой терапии. Ну, и еще раз хочу подчинять, что то наблюдение, что при монолатеральном липооттоке ни разу не оказалось прогрессированным на противоположной стороне, это не зря красным выделено, это действительно наблюдение, которое может оказаться судьбоносным для почти половины пациентов. Спасибо. 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 Спасибо.